На закрытой вечеринке в Ханты-Мансийске я подходил к Александру Абдулову, говорю, вот, не соблаговолите ли сфотографироваться от нас тут группа журналистов? И он мне такой ответил, что я просто был в шоке. И вот через год после смерти Есенина она пришла сюда и застрелилась. А когда умер, люди по ночам стали замечать некий свой от старика с черной повязкой на одном глазу. Такой мужик мировой, чем-то даже на моего отца был похож. Так вот, ребята, и вот с Градского начинаются, да, странные дела. Голос, который навсегда в сердце, да, начиная от Горбатого и заканчивая волком. Из мультфильма «Жил-был пес». Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вы на канале «Три билета», давненько не снимал я никакие ролики, и на это есть причина. Дело в том, что сменщица моя ушла в отпуск. Я вот без малого уже в одиночку работаю практически три недели по вечерам, веду новости. Вот, но есть и хорошая новость. В следующем в отпуск иду я, и мы с семьей полетим в Турцию. Ребята, жизнь коротка, нужно как можно больше путешествовать. Турцию мы очень любим, летим в Стамбул. Будет такое довольно продолжительное у нас отдых будет. Привезу много роликов, поэтому не пропустите. И, кстати, если кто-то покупает через Травелату туры, то, пожалуйста, можете воспользоваться скидкой от канала «Три билета». Здесь, внизу, в описании под этим роликом есть ссылочка и промокоды. Вводите при покупке промокод и получаете скидку. Все очень понятно и доступно. Итак, Ваганьковское кладбище сегодня. Честно говоря, я давным-давно уже хотел снять ролик об этом месте. Но, сами понимаете, дело такое деликатное, все-таки кладбище. Поэтому мысль должна была как-то устояться в моей голове. И вот, наконец-то, сегодня выходной день у меня. И я решил, что надо съездить. Погода великолепная, хотя МЧСники предупреждают, что к вечеру возможны ливни и чуть ли не с градом. Но пока солнце, туч никаких не наблюдаю. Я надеюсь, что я успею до апокалипсиса снять все, что я хочу. Напомню, я когда-то работал на ТВ-3, поэтому кладбищ не боюсь. Знаете, бывал везде, во всяких странных местах. Вот, поэтому сегодня немного мистики, немного каких-то историй из моей личной жизни. О встрече, скажем так, со знаменитостями, которые здесь похоронены. Ну, а начнем мы с могилы Александра Градского. Сейчас вот я где-то совсем уж на отшибе, совсем в дальней стороне от входа. И смотрим, где тут Градский. Вот она, могила Александра Борисовича Градского. Смотрите, прямо вот на самом отшибе, в самом конце. Ну, честно признаюсь, мне кажется, что музыканту такого масштаба, артисту такого масштаба можно было найти, конечно, местечко где-нибудь и поближе к входу. Но что есть, то есть. Кстати, громыхает. Туча все-таки идет. Так вот, ребята, и вот с Градского начинаются, да, странные дела. Везде на всех ресурсах, в интернете, связанных с Ваганьковским кладбищем, написано, что он похоронен на участке номер 43. Но там вы его не найдете. А вот, я очень долго искал, выяснилось, что он гораздо дальше. Тут какой-то 56-й или какой-то участок. Ну, в самом конце. То есть, это совсем не 43-й участок. Поэтому будьте внимательны, если будете искать могилу Градского. Он вот здесь находится, в самом конце кладбища. Честно говоря, мне очень хотелось с ним встретиться, сфотографироваться, перекинуться парой фраз. Думал, что телевизионная жизнь меня с ним рано или поздно сведет. Увы, не получилось. Ну, к тому же, он мой земляк, он из Копейска. А Копейск, это, в общем-то, ну, городок прям на окраине Челябинска. Практически можно сказать, что и район Челябинска. Копейск, это небольшой шахтерский городок. Вот, я не знаю, мне кажется, из Челябы, вот из центра Челябы доехать до Копейска можно гораздо быстрее, чем, допустим, до северо-запада, где родительский дом у меня находится. Вот. Но, увы, не сложилось, не получилось. Очень жаль. Но, есть вот одна история, которую рассказывали мне мои знакомые телевизионщики. Мы с ними работали на Live News. Серега и Артур. Они рассказывают. В общем, идем как-то мы по центру Москвы, гуляем вечерком. Видим у какого-то подъезда там, не помню уже на какой улице, сидит, значит, то ли бомж, говорит, какой-то, то ли такая грузная женщина. Вот прямо где-то, вот, чуть ли не на асфальте. Подходит. Оказалось, что это Градский. Они с ним попили пивка, потрещали за жизнь. В общем, представляете, вот музыкант такого уровня, звезда, можно сказать, да, спокойно сидит, может попить пиво с прохожими, может с ними поболтать, то есть никакой звездной болезни у него не было. Вот такой был человечище. А вот это уже как раз 43-й участок, и здесь похоронена целая плеяда тоже известных людей. Шалевич, Дербенёв, Дербенёв, о, Филозов, смотрите, Альберт Леонидович Филозов, знаменитый артист, прекрасный актёр. Ну, для меня он, прежде всего, конечно, мистер Бэнкс из фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Помните, вот это вот мюзикл домашний, советский, с прекрасной музыкой Дунаевского. Ну, классный артист был. Деньги мне нужны, чтобы делать деньги. Это мое орудие производства. Я финансист. Что я буду вкладывать в разные предприятия, если у меня не будет денег? Да. Так, здесь Арцебашев, Сергей Николаевич. Вот тоже известный человек. Белза, Святослав Игоревич. По-моему, он неоднократно приезжал в Хантамансийск. Свой трёп, как я уже и говорил, буду разбавлять небольшими байками. Их немного, касательно Ваганьковского кладбища, но они есть. Итак, согласно одному преданию, когда-то здесь работал молодой человек. Он делал надгробные плиты. И, значит, кусочком плиты у него выбило глаз. Он стал одноглазым, носил повязку. И, значит, потом, когда ушёл на пенсию, устроился сюда сторожем, поскольку уже не представлял своей жизни без Ваганьковского кладбища. А когда умер, люди по ночам стали замечать некий силуэт старика с чёрной повязкой на одном глазу. И говорят, до сих пор он вместе с живыми сторожами ходит и охраняет это кладбище от вандалов. А тем людям, которые здесь заблудились, он им помогает, помогает найти выход. Вот такой здесь обитает призрак. Жутко, правда? А здесь у Колумбария, смотрите, какой целый монумент, даже не памятник. Черникова Лидия Владимировна. Говорят, что вот эта вся композиция, скульптура, вот эта вот комната стеклянная стоит 20 миллионов рублей. То есть, грубо говоря, цена московской квартиры. Лидия Владимировна была заместителем председателя Гостелерадио СССР. И, по некоторым сведениям, именно она решала, кто придет в эфир, там, чьи песни будут ставить и так далее. Говорят, была такая жесткая женщина. И вот сын соорудил ей вот такой вот памятник, вот такой монумент. 20 миллионов рублей. Ну и для сравнения, вот буквально в 10 метрах от той композиции находится могила Георгия Витцина. Вот такая вот скромная могила величайшего актера. Очень жаль, конечно, что он умер в полнейшей нищете всеми забытой. Георгий Витцин. 1917-2001. Здесь среди актеров, музыкантов, композиторов, певцов вот есть могила Формана Салманова. Я думаю, что не каждый, брось взгляд на него, ну, Салманов, какой-то мужчина-азербайджанец, не каждый скажет, чем знаменит этот человек. А ведь этот человек, ребята, сделал для России, для Советского Союза, наверное, больше, чем тут половина захороненных. Легендарный геолог, нефтяник. Ему никто не верил, а он говорил всем, да, в Сибири полно нефти. И вот благодаря своему трудолюбию, вере в то, что там есть нефть, он открыл больше ста месторождений, даже, может быть, 150, точно не помню, уникальных месторождений. Сургут, Нижневартовск, Улингой, вот это вот все. И, кстати, по биографии Салманова частично снят фильм Сибириада, Кончаловского. Вот так вот, друзья. Ну, вот, честно говоря, с Фарманом Салмановым я не пересекался, когда жил в Ханты-Мансийском автономном округе, а вот после его смерти с его вдовой немножко общаться приходилось. Я работал тогда в телекомпании «Югра», и вот, значит, заместителем генерального директора, и мне директор, наверное, звонит, Александр Ильич, говорит, Антоха, типа, у нас сейчас в здании в телекомпании ходит, значит, вдова Фармана Салманова, говорит, найди ее и что-то придумай, запиши там для какой-нибудь программы, пусть твои, типа, запишут с ней интервью. А она прилетала из Сургута, по-моему, в Ханты-Мансийск на празднование какой-то десятимиллиардной тонны нефти или что-то в этом духе, или День нефтяника был, не помню. И вот я ее нашел и начал уговаривать, говорю, буквально 10 минут уделите, с вами поговорим, так сказать, и о муже вашем, и вообще о жизни. Но она как-то была настроена довольно агрессивно, и так как-то очень зло она отказала, в общем, ни в какую мне так не удалось ее уговорить на интервью, но вот, в общем, такое у меня общение было с вдовой Салманова. А это могила Александра Абдулова, с ней тоже связаны какие-то мифические истории, поговаривают, что иногда по ночам над вот этим вот памятником поднимается некое светящееся облако, и как будто оживает его портрет. А зимой здесь типа теплая земля, и даже собаки приходят погреться, то есть какой-то жар якобы идет из могилы Александра Абдулова. Александр Гаврилов Абдулов заслуживает отдельной истории. Вот, он часто приезжал в Хантамансийск, он принимал активное деятельное участие в организации кинофестиваля Дух Огня, который до сих пор, по-моему, там проводится. В общем, на какой-то пресс-конференции он рассказывал, что некоторые неопытные журналисты при общении с ним настолько волнуются, что говорит, обращаются ко мне в отношении Александр Гаврилович, Александр Абдулович. Вот такая была смешная история. Ну, у меня с ним, честно говоря, тоже как-то общение не заладилось. Дело было как? Значит, видимо, после какого-то очередного кинофестиваля, вот этого Дух Огня, был фуршет закрытый в Егорской долине, там огромный гостиничный комплекс и там закрытая вечеринка, то есть каких-то левых посторонних людей там не бывает. И, значит, собрались там какая-то небольшая группа журналистов из Сургута приезжали, вот, и мы были представители телекомпании Югра, вот, нас было человек десять, мы смотрим, Абдулов стоит, ну, представьте, то есть это огромный-огромный атриум, огромное помещение, людей вообще особо никого нет, то есть никто его там не досаждал, ему там толп народа не было, и вот, значит, меня делегировали вот эта вот наша группа журналистов, типа, давайте сфотаемся с Абдуловым, иди, Антон, подойди к нему, типа, я говорю, сейчас легко, а он стоял с девушкой, по-моему, это была его будущая супруга, самая последняя, по-моему, тогда они еще не женаты были, я к нему подхожу и, значит, там, с уважением, там, все, Александр Гаврилович, вот здесь мы, значит, стоим, вот, смотрите, телевизионщики Хантмансийска, Сургута, не соблаговолите ли вы, вот, там, уделить буквально минуточку, хотим с вами сфотографироваться на память, и он посмотрел на меня буквально секунды 3-4 и выдал, значит, ты что, не видишь, я с девушкой разговариваю, и сказал он, это не просто так, вот, как я сейчас вам сказал, а сказал с такой гримасой злости, как будто, я не знаю, как будто я был его каким-то злейшим врагом, с такой ненавистью сказал, ну, не знаю, вот, честно говоря, я опешил, я не ожидал такого ответа, вот, и меня это, конечно, огорчило все дело, артист он хороший, мне очень нравился, но вот с тех пор, с той самой встречи, так сказать, в Хантамансийске, каждый раз, когда я смотрю фильм о своем участии, мне вот вспоминается этот неприятный эпизод, и я все, что-то как-то уже совсем по-другому на него смотрю, да, я не знаю, можете сказать, что, ну, всяко бывает, там, не в настроении был человек, и все такое прочее, вроде не пьяный, но, вот, получилось, как получилось, вот такая была неприятная история у меня, общения с Абдуловым. История Машеньки Шиловой полна трагизма, девочке было 16 лет, когда она умерла от онкологической болезни, отец у нее известный московский художник, вот, и он ее часто рисовал прямо вот с детства, как она взрослела, и писал ее портреты, вот, и потом, убитый горем, когда она умерла, он продолжил, продолжил писать ее портреты, вот, как ему казалось, какой она будет там в 20 лет, в 25, то есть он продолжает ее рисовать, даже после смерти, вот такая вот, мистическая, очень трагичная история Машеньки Шиловой. Свернул я на Есенинскую аллею, вот, тоже интересный момент, да, Есенин считается, что покончил жизнь самоубийством, самоубийца обычно на кладбищах не хоронили, но для Сергея сделали исключение, кто его знает, до сих пор споры идут, может убили его, вот, но тем не менее, его могила стала просто притягивать к себе самоубийц, как рассказывают, пару десятков случаев было здесь, ну, официальную информацию не нашел, но пишут, что некоторые сюда приходят к нему на могилу самоубийца, давайте сейчас дойдем, там такой большой памятник стоит, а вот и Есенин Сергей Александрович, умер в 1925 году, представляете, всего 30 лет было человеку, и вот, продолжая тему самоубийств, обратите внимание, прямо позади его могилы находится могила Бенеславской, Галины Артуровны, она его очень любила, он ее не любил, но все равно жил с ней, она была его литературной секретарь, ну, в общем, помощница была, и тоже, между прочим, поэтесса, в общем, он ее кидал пару раз, там, с той же Асидорой Дункан, от нее уходил, вот, к Асидоре, и, в общем, довел ее до сумасшествия, вот так она его сильно любила, в итоге она лечилась, там, в сумасшедшем доме, и вот, через год, после смерти Есенина, она пришла сюда, и застрелилась, и вот ее тоже, несмотря на то, что она суицидом закончила свой жизненный путь, вот ее все равно похоронили на кладбище, спустя год после смерти Есенина, 1926-й, вот такая тут тоже трагедия разыгралась в этом месте, ребята, Сергей Александрович Есенин, величайший поэт, очень люблю я его стихи, встретиться при жизни с Сергеем Есениным мне не удалось, но, в силу ряда причин, вот, но в любом случае, он мне помог в жизни, расскажу сейчас историю, связанную с ним, дело в том, что когда-то еще я жил в Челябинске, не помню, сколько мне лет было, лет 20, наверное, я играл в КВН, и что-то мне нравилась вот всякая театральная тема, и я увидел объявление, что известный Челябинский театр «Манекен», ну, челябинцы меня поймут, набирает, в общем, свою школу, типа, начинающих актеров, я думаю, а пойду-ка попробую я, а нужно было прочитать пару стихотворений, и я выбрал там одно свое стихотворение, неважно, вот, и другое, Есенинское, выбрал я стихотворение, выучил, правда, сейчас оно звучит так двусмысленно, «Эх, мне дома не сидится, размахнуться б на войне, полечу я гордой птицей на соврасом скакуне, не ревите мать и тетка, слезы сушат молодца, подарила мне красотка два серебряных кольца, и, в общем, вы знаете, прочел я это, и комиссия меня приняла, хотя там был отбор на семь человек на место, правда, долго я не прозанимался в этой школе, театр-манекен, что-то как-то мне не зашло, все-таки моя КВНовская компашка была мне ближе, чем компания театралов, какие-то они, честно говоря, между нами странные люди, в общем, как-то я не вписался, хотя потом, когда я перестал ходить, мне передавал там через знакомых худрук театра, что, Антон, возвращайся, мы все простим, видимо, какой-то видел во мне талант актера театрального, но я что-то не вернулся, так актерская карьера моя и не сложилась, получается, но вот благодаря стихотворению Есенина, видите, я в свое время поступил в этот театр, ну и так, конечно, вот так вспомнить, что у него там, Шаганэ это моя Шаганэ, это же произведение искусства настоящее, настолько пронизанное стихотворение «Любовью к родине», он писал же из, находясь в Иране, вот, и скучал. Шаганэ это моя Шаганэ, потому что я с севера, что ли, я могу рассказать тебе поле, про какую-то там рожь при луне, очень красивое стихотворение. А вот и могила великого художника русского Саврасова. Тут меня поймет каждый школьник, все помнят его, «Грачи прилетели» картину из школьного учебника. И есть у меня для вас, ребята, еще одна мистическая история. Жила в 19 веке девушка, звали ее Агласия Тенькова. Никакого отношения к банку Теньков она не имеет. Тенькова. И, в общем, отец у нее был богатый купец, и он хотел, чтобы дочка у него вышла замуж за такого же богатого человека, как он сам. Но она влюбилась в какого-то Ваньку безродного и, не получив благословения отца, выскочила за него замуж. Нарожала детей, по-моему, три штуки. А потом парень-то вообще что-то по миру пошел, совсем разорился. И, в общем, они расстались. Ей некуда деваться. Она давая стучаться в отцовский дом, а он-то ее не простил, поскольку она ослушалась. В общем, детей он, ладно, забрал внуков своих, а ее выставил на мороз. В общем, она скиталась где-то непонятно где. В итоге он все равно их не любил, этих внуков, и одного за другим свел в могилу. Когда Агласия об этом узнала, так огорчилась, что тоже за ним Аглас легла и умерла. И вот они похоронены здесь, то есть в разных частях кладбища. И вот могила этой Агласии, по народной легенде, по городской легенде, она перемещается по кладбищу. Там, значит, у нее стоит на могилке, старая такая могилка, там стоит ангелочек. И, значит, горько рыдает о судьбе этой девицы Агласии. В общем, найти этого ангелочка я не смог, честно говоря. Я поспрашивал уже и у работников местных, которые тут прибираются, да, и заходил даже туда, где руководство сидит в кладбище, никто ничего не знает. Показывал им, какой-то блогер есть, который ходит, прибирает могилки. И вот он находил эту могилу с этим ангелочком. И он, причем ее даже, он уже весь облез, вот он ее покрасил, этого ангелочка, белой краской. В общем, я показываю видео, никто говорит, мы не знаем где. Даже к экскурсоводам подходил официальным, показывал им ютубовское это видео, они говорят, мы не знаем, что это, где это, сами заинтересовались. А вот так, что, возможно, эта могила действительно перемещается с места на место, и говорят, что некоторые люди, если вдруг натыкаются на этого ангелочка, вдруг теряют сознание, и когда приходят в себя, то понимают, что находятся совсем в другом месте кладбища, в том месте, где похоронены дети вот этой вот огласии. Вот такая городская легенда, ребята. Перед нами, дамы и господа, могила актера Виталия Соломина. Честно говоря, в детстве, когда я смотрел фильм «Зимняя вишня», помните, да, такой? Я недоумевал, будучи маленьким, так сказать. Почему вот эта вот героиня, как ее там, Сафонова, Сафронова, почему она не полетела с Гербертом, которого играл этот Калнинш, почему она осталась с этим негодяем, соломинским этим героем? Я недоумевал. Мне кажется, что она поступила прометчиво. И вот как-то я не любил его как актера, он у меня ассоциировался именно с ролью из «Зимней вишни», а потом, конечно, я повзрослел, посмотрел какие-то другие его работы, и, конечно, такой мужик мировой чем-то даже на моего отца был похож. Так что потом его я как актера полюбил. Так, дошел я, друзья мои, до могилы Андрея Миронова, и здесь тоже связана одна история с его могилой. Вот эту вот цепочку, говорят, постоянно воруют, потому что считается, что она приносит удачу. Не знаю, сейчас вот висит. А вот и Армен Борисович Джигарханян в 20-м году умер. Ну, смотрите, памятник поставили до этого. Я на фотографиях видел, что просто крест стоял деревянный. Голос, который навсегда в сердце, да, начиная от Горбатого и заканчивая волком. из мультфильма «Жил-был пёс». Ты заходи, если что. Кстати, режиссёра-мультипликатора Назарова, который создал «Жил-был пёс», я тоже тут проходил. Тоже он здесь недалеко, на 43-м участке. Да, Армен Борисович, тоже вот я с ним так и не пересёкся, хотя были всякие варианты. То надо было на съёмку ехать там с его участием, но у меня почему-то не получалось. То ещё как-то, в общем, так я с ним тоже и не пересёкся. Гениальный актёр, гениальный артист. Покойся с миром, Армен Борисович. Субтитры подогнал «Симон» на этом будем считать, что прогулка по Ваганьковскому кладбищу завершена, потому что так уже парит невозможно. Что-то я и водички не взял с собой пить охота. Парит так, что, да, вот-вот, похоже, начнётся ливень. Поэтому будем выдвигаться сейчас в сторону метро 1905 года и поеду домой. Надеюсь, сегодня этот видос смонтирую. Ещё раз хочу вам напомнить, что скоро будет наше путешествие. Дождитесь, роликов будет много. Я думаю, что будет интересно. Стамбул всё-таки прекрасен. Наконец-то мы там будем не два, не три, не пять дней, а целых двенадцать. А вот, и напоминаю, что можете получить скидочку от канала «Три билета», если покупаете туры на травелате. Впереди ещё бархатный сезон. Покупайте путёвочки, покупайте со скидкой. Здесь, под этим роликом, в описании, есть ссылка на травелату моя, которая будет действовать относительно скидки. И там есть эти промокоды. Спасибо за внимание, ребята. Это был канал «Три билета». Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и напишите, что вы думаете о прогулках по кладбищам. Кто-то, я знаю, очень эти места не любит. Мне вот фиолетово, а кто-то, наоборот, любит прогуливаться в этой тишине, чтобы как-то остаться наедине со своими мыслями, например. Всё, спасибо за внимание, ребята. Пока-пока, это было Ваганьковское кладбище. Ваганьковское кладбище. Ваганьковское кладбище. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»